Привет всем! Вы в гостях у Гульнас Салями. Сегодня я вам хочу предложить еще один из своих рецептов. Это томаты в желатине. Нам для этого потребуются помидоры, чеснок я взяла самый мелкий, так как мне его жалко выкидывать, а в этом рецепте он пригодится. Также взяла лук репчатый и зелень. Зелень тут петрушка, укроп. Также нам нужен будет уксус. Это уксусная кислота 70%. Так, душистый перец горошком. И я уже предварительно замочила желе. И обязательно вам покажу, как я его замачивала. Делать я буду на литровые банки. И нам не так важно, сколько у нас помидоров и лука. То есть мы режем, сразу укладываем в банки. И потом уже из расчета, на сколько банок у вас заполнилось, делаем маринад. И самое главное в этом рецепте это маринад. Пока банки у меня стерилизуются в духовке, я томаты порежу пополам. Попки я не буду убирать, в таком рецепте я не убираю попки. И также нарежу огурцы, ой, заговорилась, репчатый лук кольцами или полукольцами. Банки у меня простерилизовались. Сейчас я на дно банок положу укроп. Можно, значит, вот такой вот зонтик или просто кисточки, без разницы. И также я положу вот петрушку. Я ее покрошила не мелко, а так, примерно 3-4 сантиметра. Банка горячая, так, значит, укроп, ну, где-то вот так примерно пучок-полторы петрушки. И, значит, перец горошком на банку, это у меня где-то 2-4, без разницы, положу 3. Также на дно банки я вложу 2 зубчика чеснока. И положим лук. Помидоры, теперь пошли помидоры. Так, банка горячая, я лучше дождусь, пока банка остынет, и потом уже присоединись. Так, баночка у меня остыла, значит, я сюда положила укроп, петрушку, лук. Еще добавлю лук. А, также еще сюда положила чеснок. И сейчас укладываю томаты. Томаты стараюсь разрезом на лицо уложить. Но это не принципиально. Кому как нравится, то так и укладывает. Так же еще между слоями ложу лук. И дальше укладываю помидоры. Так, вот неправильно чуть-чуть сделала. Стараюсь вниз укладывать более крупные помидоры, а потом уже сверху более помельче. Вот так вот у меня получается баночка. Сейчас нам надо будет сюда залить маринад, простерилизовать. И все, можно сказать, у нас баночка готова на зиму. Сейчас это все то же самое я проделываю с остальными банками. И вернусь к вам. Субтитры подогнал «Симон» Помидоры я уложила в банки. Как и говорила, у меня получилось 10 литровых банок. А сейчас будем готовить маринад. Теперь готовим маринад. И на литр маринада нам потребуется сахара 3 столовые ложки и соли 1,5 столовые ложки. Значит, в конце мы, после того, как у нас маринад закипит, мы добавим на литр, получается, 1 чайную ложку уксусной эссенции. В моем случае тут у нас 5 литров. И, значит, сахара нам надо будет 3 на 5, 15. 15 столовых ложек. Так, 15 ложек сахара. Соли, значит. Так, если на литр 1,5 столовые ложки, то на 5 литров нам потребуется 7,5 ложек. Соль берем обычную, каменную, едированную не надо брать. Так, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, вот, 7,5 ложек соли. И, значит, этот мы... А, еще самое главное забыла вам сказать. Я вам говорила, что мы будем готовить томаты в желе. Желе у меня уже вот приготовилось. Я его предварительно замачивала. Вот прям ложка стоит. Вот такое вот желе. И после того, как... Ну, начнем. На 6 литров маринада я беру, получается, 6 пакетиков вот такого вот желатина. Это желатин по 10 грамм. И получается расчет на 1 литр маринада мы берем 10 грамм желатина. Так, один пакетик я уже распечатала, сюда положила. Сейчас все распечатаю. И вот, как я беру, так, все пакетики я распечатала. Сюда я вливаю теплую кипяченую воду, чтобы у нас желатин набух. Где-то вот примерно вот так вот. И оставляем где-то на 30-40 минут, пока делаем заготовки, помидоры мылаем, лук чистим. Он у нас набухнет. И потом в маринад уже, когда будет кипеть маринад, я добавлю этот желатин. Покажу вам поближе свое желе. Вот оно вот такое вот. и маринаду я стараюсь брать побольше. Не люблю, когда, допустим, не хватает на пару банок, надо по новой варить. И ничего страшного, если у вас литр маринада даже останется, вы его просто выльете. вот такое вот желе. Начинает у нас закипать, и сейчас вот это вот желе я сюда перелью, получается. Как вам показать-то? Вот так вот. Тихонечко, чтобы не обжечься. Сразу же надо будет перемешать. И ждем, пока он весь растворится. Маринад у меня закипает. Надо хорошо все перемешать, чтобы желатин весь хорошо растворился. И так как у нас тут 5 литров маринада, мы сюда добавляем 5 чайных ложек уксусной эссенции. Я здесь отмерила и вот здесь вот. И теперь наш маринад мы разольем по баночкам. Вот. я разлила по всем баночкам и теперь я отправлю на горячую стерилизацию то есть вот такая у меня мисочка на дно ложу тряпочку сюда ставлю банку и набираю воду банки на стерилизацию значит воды у меня получилось на пол банки но желательно чтобы вода закрывала их по плечике ну вот у меня так следующая партия возьму мисочку побольше значит стерилизуем литровые банки 20 минут пол литровые банки 10 минут потом закатываем переворачиваем убираем под теплое одеяло и до след до следующего дня до полного остывания мисочку побольше и воду налила получается по плечике наших банок так стерилизуем 20 минут закатала я баночки перевернула сейчас накрою одеялом и до полного остывания то есть до следующего дня всем кому понравился этот рецепт ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите мне комментарии всем пока пока и приятного вам аппетита зимой а еще забыла сказать кто будет хранить не в очень холодном месте перед тем как открыть баночку надо будет положить его и и его холодильник где-то на час на два потом желе у вас схватиться и получится томаты в желе ну а я храню погребе не в погребе скорее всего а это называется подвал я постоянно говорю погреб и там она у меня застывает и хранится в виде желе но потом когда у меня закончатся все мои заготовки я вам обязательно покажу сколько я чего наделала и где и как храню свои заготовки все всем пока пока так и